Александр Иосифович Бединков родился в 1908 году. В юности был цирковым акробатом. В 1934 году стал кадровым военным. Закончил военную академию. Участвовал в Советско-финской войне. В апреле 1941 капитан Бединков с женой и трехлетней дочерью прибыл на должность командира танкового батальона в военный городок в пяти километрах от Брестской крепости. Здесь 22 июня и встретил войну. Но самое страшное для него случилось в 1942 в Мясном Бару. 19 июня 1942 года после мощной артподготовки враг обрушился на позиции полка. Немцы прорвались к командному пункту. От полка остались несколько человек. Отстреливаясь, они отходили к штабу дивизии. Генерал Иван Михайлович Антюфеев сам привел на помощь группу бойцов и приказал не прикрывать с этими людьми отход дивизии. Мы сдерживали врага до последнего патрона и отошли лишь тогда, когда немцы прекратили наступление. После этого оставшиеся в живых отправились через болото Макарьевский мох на соединение с частями дивизии. 21 июня группа попала в болоте на минное поле. Взрывом мины я был тяжело ранен, но все-таки пытался идти. Раздался второй взрыв. Находившиеся рядом бойцы решили, что я убит и двинулись дальше, оставив меня вместе с ранеными. Вскоре подошли немцы, раненых солдат добили, а меня взяли в плен. Извещение на имя жены Ольги Яковлевны Глазыриной сообщало. Ваш муж, командир полка, майор Беденков Александр Иосифович, убит в боях за социалистическую родину 22 июня 1942 года и похоронен в деревне Новая Керсть Чудовского района Ленинградской области. С августа 1942 по апрель 1945 года майор Беденков провел в немецком плену. Генерал Антифеев лично давал Александру Иосифовичу характеристику для реабилитации. В течение трех месяцев, находясь в полном окружении, соединения армии, зажатые среди лесов и болот, вели тяжелые бои. Холода, распутница, отсутствие боеприпасов и продовольствия – все это вместе взятое создавало исключительно тяжелую обстановку. И тем не менее, в этих, казалось бы, нечеловеческих условиях Беденков проявил себя исключительно стойким, безупречно дисциплинированным, храбрым и мужественным командиром, большевиком, умеющим сплотить вокруг себя подчиненных и биться до последней физической возможности. На него не раз возлагались самые ответственные и рискованные тактические задачи, и он их всегда выполнял с честью, за что был награжден Орденом Красной Звезды. В последние дни, будучи уже четырежды раненым, Беденков продолжал с остатками полка прикрывать отход дивизий до последнего момента. Товарищ Беденков, как офицер советской армии, как истинный патриот, выполнил свой долг перед Родиной до конца. Он сделал все, что было возможно в его физических и моральных силах. В ноябре 1942 года уже подполковник запаса Беденков вернулся в Свердловск, куда эвакуировались из Бреста его жена и дочь. Через полгода ему вручили Орден Красной Звезды и медаль за боевые заслуги. Помню, пошел вставать на учет в райвоенкомат, а мне говорят, вы же убиты, вот и похоронная у вашей жены. Только спустя несколько месяцев, когда из Москвы пришли мои документы, военком пошутил, ну, Александр Иосифович, теперь будем полагать вас живым. Долгое время работал военруком, преподавателем военного дела, был заместителем начальника штаба гражданской обороны фабрики «Уралобувь», пока позволяло здоровье.